Возвращаемся обратно в эфир, с вами по-прежнему Донбасс, с вами компьютерный клуб CDK, с вами дистанция Киберспорта, с вами турнир Лэмбер Кап, черт возьми. Продолжаем следить за игрой двух команд, а именно 8К Трэш и команда Convair Gaming, 1-0 в пользу команды Convair Gaming, ну и вот она вторая игра Best of 3 серии на ваших экранах, ну и давайте смотреть. Еще раз напомню, что этот матч за выход в финал нашего турнира, где уже ждут команды Летачки, ну и собираются, собираются с мыслями, собираются, возможно, думают вообще, как вообще играть против этих товарищей, неужели они такие жесткие и тому подобное. Ладно, давайте перейдем уже, наверное, к игре поближе, 8К Трэш взяли на данный момент у нас Передбрейкера, Лайана, Шадоу Фенда и Штопорейшена, забанили они у нас Лешака, Блоттикера, Дизраптора и Вайпера, ну и Convair Gaming, на данный момент видим мы 3 пика от этой команды, это Дазландайенкевич Доктор, появляется и 4-й пик, это Магнус, ну и забанили они Винтер Виверна, Кин оф Пейнт, Гирокоптера и Рубика. Ну и начинается у нас третья стадия банов, посмотрим, что тут ребята забанят, ну не хватает майнкерри еще в команде Convair Gaming, видимо это прекрасно, ну и 8К Трэш тоже не хватает этого самого майнкерри. Ну и что же, минуту еще бонус тайма есть, в команде 8К Трэш обдумать все, что тут можно взять в команде Convair Gaming, а сюда вписываются очень интересные личности под названием Джаггернаут, Свен и кто-то еще, кто-то еще, кто-то еще, кто любит фармить. В принципе понимаем, что через Empower любой майнкерри начинает давать очень много дамеджа, и не только, вот так вот. Также залетает очень интересная тут, я вижу, информация о том, что Габлак все-таки поедет на Интернешнл в качестве аналитика. Браво, круто, как-никак. Так, ну и минус у нас антимаг в исполнении команды Convair Gaming, добирает Bristol Back, 8К Трэш, ну и последний пик от команды Convair Gaming, посмотрим, что ребята выберут, чем ребята будут убивать. Хотя и так, все даже неплохо у них получается. Ну и что же, бонус-найм еще море игроков команды Convair Gaming. Ну и конечно же много всего можно придумать. Ну, если говорить про команду 8К, понятное дело, то это Сэпчик отправится у нас на мидл, будет фармировать. Bristol Back быстрее всего будет у нас в реймейткере выходить, отправиться на ботом вместе со своими саппортами. Это Алайн и Штопаришн, ну и спиртбрейкер в оффлейн у нас отправится, опять же в оффлейн спиртбрейкер. Видели мы же это явление сегодня, вот команда для тачки Снупе неплохо отыгрывал. Ну и команда Convair Gaming, добирает себя Tempor Assassin. Вот так вот решили ребята сыграть и что из этого выйдет, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Ну, Темпларка отправляется у нас на мидл, The Crow будет играть на ней. Что же касается Магнуса, то, как видим, будет именно он фармить, судя по ихней стратегии. Undying же отправится на сложную линию, но возможно вместе с Дазлом такая неубиваторская табла будет. Ну, Вещдоктор тоже где-то будет промышлять, по карте ходить, помогать. Так, ну что же, ставится у нас пауза в начале игры, как же без нее. Ну, недлительная пауза, видим. Так что начинаем смотреть. Ну что же, сорона Radeon, команда 8K, Imp, на Ishtaporation, Prime, на Spirit Breaker, Radeon Joyker, на SF, Shade of Cool, на Bristol Black, ну и на Лайне будет катать нас Boogie Man. Ребята, которые проигрывают со счетом 1-0, нужно пределить внимание этому, наверное, команде. Все же надо бороться. Надо бороться. Ребятам. Что это было? Ладно, пропустим этот момент. Но все же... Все же, все же... А, ну да, рамку. Спасибо. Все же, все же, надо сравнивать на счет, ну и бороться уже на третьей карте, как-никак. Ну и сторона Dyer, команда Convair Gaming, на Magnus играет у нас Versi Palace, The Crow на Temptor Assassin, Fear For You на Dying, Панш Карпетка, на Вич Докторе, ну и на Дазли будет катать нас Мэтс. Вот так вот. А что у меня? Делаем вот так вот. Отлично. Так, начинается у нас файт, поймали Магнуса, Магнус... Отправлять в 100 вверху. Неплохое начало для команды 8К, отлично. Очень отлично. Вот надо только воспользоваться этим форсбладом, чтобы дальше как-то наверстать свое преимущество. Ну что же, конвейеры. Convair Gaming отправляется, как видим, даблой вниз, Undying и Вич Доктор. Интересно, интересно, ну вот стычка идет у нас, стычка Вич Доктора и Вич Топорышина. Все же... Боже, эта мартышка, эта просто меня убивает. Я не могу на Вич Доктора смотреть. Как же забавно. Посмотрите на этот. Жесть. Просто жесть. Ладно, сверху Spirit Breaker против Магнуса, соло на соло линии, снизу... Ой, точнее, да, снизу на мидл линии мы видим. Тамплор Ассасин против ФСФчка. Ну и Триплана Триплана у нас снизу будет происходить. Месс уже входит, пытается как-то сагрессировать и получает Хекс. И в итоге Месс у нас справляется в таверну. Ну или нет, нет. Все-таки, да, отправляются в таверну. Стоит у нас Тамба. Тамба, которая больно пробивает у нас Бристлбека. Минус Бристлбек. Дальше гонятся у нас зомбаки за двумя саппортами. Возможно, сейчас еще Андайк подраздает тут. Да, Бугимену. Ну и, как видим, Бугимен тоже отправляется у нас в таверну. Два-два основная со счет у нас в матче. Прилетает обратно Бристлбек. Ну и такой, чё? Чё вообще происходит? Да что было? Такое. Непонятное. Ну что же, дальше. Дальше смотрите, что делает Вичдоктор. Просто заходит и начинает бить того сана Бристлбека. Несмотря на то, что саппорт тут находится поблизости, все-таки не боится делать. Это всё у нас Вичдоктор. Господи, ну я не могу на эту Бартушку смотреть. Ай, трэш какой. Ну чё, это то же самое было, как у собачка на ЦНК тоже. Дня три смотрел на эту собачку. Потом она доела мне. Это бывает такое. Бристлбек тем временем забирает у нас Андайанга. Всё-таки дали понять, что просто так трипл тут не стоит. У игроков команды 8К. Видим сразу же реализацию этой триплы. Ну и Андайан, конечно же, ничем не мог похвастаться. Тамба быстрее всего была в откате, поэтому тут тяжело как-то действовать. Так, ну и дальше стоит Даблой. Всё же очень неприятно будет Бристлбеку. Постоянные тыченцы от Вичдоктора залетать будут. Это, конечно же, неприятно. В те время Мэтс просто берёт и стоит на отводах у Магнуса. Магнус благодарствует ему, понятное дело, за это всё дело. Линия очень только пропушилась, поэтому всё же надо было это сделать. Как-никак. Зекроу. Патар подошёл, начинает давать своих крипчанских. Пока что СС, видим, имеет неплохой крипстат. Доминирует над Кроуном. Кроуном. Буквально на несколько крипов. Ну и Кроу имеет уже Боттл. Также имеет Боттл у нас СС, третья минута в игре. Ну и снизу. Снизу у нас пока что ничего интересного не происходит. Всё же тут аккуратненько действуют ребята. Мэтс тут начинает агрессировать. На, Прайма! На! На! Ещё раз! Третий! Хорошо! До конца! Прайм! Давай! Э, Грейв! Всё! Бежать! 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 Всё, плохо! По изнутачи бежать. Прайма! Есть ещё! Искьювер неплохой. На развороте ещё даёт разбег спиртбрейкер. Ну и выживает, как видим. 3-2. 3-2 атаки. Так и есть в нашей игре. Я же не получила сделать фраг. Что с одной и с другой стороны. Есть Хекс хорошо по андаингу. А продолжение тоже будет. Да, заворозили нас андаинга. Андаинг. Пытается ожить. Тебя замораживается. Ну тамба-то работает. Ну не совсем хорошо тамба работает. Каски полетают от Вич-Доктора очень неплохо. Ну и этим всем. Это всё. Это всё, чем может похвастаться всё-таки Вич-Доктор у нас. На данный момент. 5-й левел. Темпларочки. 6-й есть уже у СФа. Видим, покупает Белт оф Стрэндж на ПТ. Спиртбрейкер. 5-й левел. Видим, просветы себе прикупил. На всякий случай. Опять же, возможно, если будет выбегать на Темплара Ассасин, чтобы какой-то мелд. Мелд. Точнее, не помешал бы. Этому всему. Так. Ну, Бристилл Бэк. Четвёртую позицию по фарму показывают. На данный момент. Очень, конечно же, сложно стоять ему. Несмотря на то, что есть у него саппорты. Но всё же. Очень больно. Накидывает у нас конвейер. Видимо, очень неприятно. Играют тут ребята на стаке, чтобы делали. Есть такое дело. Ну и вот он, разбег. У нас на Темплара Ассасин. Под Тауэр просто идут ребята. Мелд был потрачен. Так что на развороте сейчас просто пойдёт Кроу уничтожать. Прилетел ещё у нас сюда Вич-Доктор. В итоге что у нас? Прайм погибнет или нет? Нет, погибает у нас в те времена Вич-Доктор. Ну и Прайм сальва здесь пьёт, пьёт сальву и выживает. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ещё раз вот так вот. Ну Мест приходит, даёт поездный тач. Начинает неплохо нарезать. Есть трэпа. Тут же разбег от Прайма. В итоге минус у нас ещё один саппорт команды конвейер. Гейминг. Ну и минус онлайн у нас на ботами. Опять же без проблем расправляется с этим игроком у нас. Ребята с командой 8К. Ну и опять же хорошее начало от команды 8К. Если ребята дальше так продолжат, будет всё отлично для них. Всё-таки сравняют они счёты, я думаю. Но опять же конвейер. Конвейеры могут включить мозги и начать что-то интересное делать. И что-то правильное, скажем это так. Поэтому опять же не стоит всё-таки упускать этот момент. Тем временем. Видим куда перетягиваться у нас саппорт команды конвейер гейминг. Ну быстрее всего, что сюда вот именно пойдут ребята. Хотя посмотрим. Опять же посмотрим. Раз. Асси! Ой-ой-ой-ой-ой. Не простил тут энджойка своего понятного на линии. Ну и второй фраг зарабатывает для себя. 8-2. Становится на счёт нас матча. Магнуса проблем начинается. Ну и вот саппорты перешли в нас снизу. Ну и минус нас Магнус. Хотел как-то на сквюре уехать. Но как видим не получилось этого сделать. Пошли у нас сказки от саппортов. Есть разбег от Прайма. Начинает избивать он Вич-Доктора. Ну Меледикт. Такое дело. Много хендспоинтов не потеряет у нас перед Брейкер. Так. Ну и 9-2. 9-2. Совсем немножко не хватает. Стандайнгу даже что-ва-ва-ва-ва. Стоит пока соло. Против Бристлбека. В принципе неплохо. Может его напрягать. Опять же имеется третья тамба. Если был бы какой-то саппорт бы. Со стороны команды конвейер. Возможно всё-таки ребята забрали ещё раз. Бристлбека. Пока видим. Всё же аккуратненько играют. Конвейеры. В принципе как и первую игру. Тоже аккуратно играет. Хотя. Хотя. Смотрим. Приходит у нас Зекроу. Начинает как-то избивать. Ну и всё-таки убивает Бристлбека. Да ладно. Как же так? Неужели хватило дэмжа? Хватило дэмжа. СФ-чик минус у нас. Дазл. Убегает у нас Магнус на Скьювере. Ну и Прайм забирает. Всё пачку тут крипов для Энджойки. Идёт именно к нему. Ну и раз койл. Два койла. Забрался крипов. Отлично. 10-3. 10-3. 1500 уже у СФ. А Спиритбрекер возвращается на свою линию. Бежит навстречу Вичдоктору. Так. Меняется всё-таки. Свой разбег. Ну и тем временем что у нас тут? ТПАл сделал у нас СФ. Понял, что тут опять же будет очень тяжело уйти. Опять же под замедлением диким как-то уходить. Всё-таки это ПАУД будет как-то попроще сделать. Тем более тут как-то сбивать эти телепорты пока что нечем. Появляется, что и лавел у Бугимена. Есть уже Дэдсфингер. Может он шлёпать кого-то. Из вражеского героя. Возможно, кстати говоря, так и будет. Так. Тем временем тут у нас проблемы. Традорас, кстати, начинаются. Прилетел у нас Спиритбрекер. Просветил сразу же. Закроу пытается уйти. Есть каски. Хорошо. И на развороте Дэзвард надо поставить. Дэзвард есть! Разработает! Отлично! Прайм погибает! Также проблемы начинаются у Парышина. Тоже погибает Энджой, когда немножко получил тоже флешенцию у Дэзварда. Но Мэдс. Мэдс просто таких не отпускает. Ну и платит за это. Просто платит за это. В итоге 2 в 1. Получился у нас размин. 11-5 становится за счёт у нас матча. И где наш Магнус 1900 у Магнуса? Вот. Вот что меня интересует. Всё-таки через Плинг будет идти у нас. Как-то пытаться всё-таки подвозить товарищей и тому подобное. Вот весь Дэзвард, как это было только что. Ну что же. Прайм просто набегает на Вич-Доктора. Есть Респолярити. Хорошо. Ну и что же. Уйдёт или нет? Вич-Доктор уходит. Есть тут Энжойка. Подходит. Есть у него Блинг. Но Блинг в колдауне находится. Ай-яй-яй-яй. Хороший. Дальний Койл, но... Не добивает. Своего оппонента. Так. Снизу. Тем временем опять же ТП-Аут прожимает. У нас Бристлбэк уходит. А двух героев. Ну и тут Мэдс. Мэдс тут потихоньку стакает. Сейчас ещё один стак сделает третий. Возможно кто-то зафармит это всё дело. Теряют Т1 Тауэр 8к на ботами, а сами пытаются забрать Т1 на топе у врагов. Ну, пытаются забрать второй для себя Тауэр. Первый Тауэр они уже забрали на Медолыне. Ну, клифортификации тут провязали, чтобы немножко протянуть то самое время для ребят с команды Конвейер. Ну и появляется блин теперь у Магнуса. Хорошо. 50 секунд до ревиз полярити следующего. Возможно через 50 что-то нас ждёт интересненькое. Так, Тауэртик тут в исполнении. А Сэвчика мы видим. Ну и пока успокоилась игра. Опять же ждут ребята. Ребята погоды какой-то интересной. Ну тут Закроу пока может погоду неплохую навести. Зафармить это всё дело. Хороший рефракшн был, который избился за 3 секунды. За 2 секунды, наверное. Таким способом пытается всё-таки зафармить это всё дело. Undying приходит обратно на свою линию. Видит тут Bristol Back. Попал в DKM. Хорошо. Есть уже хадресочка. Есть. Не марканчики у Undying. Блинга потихонечку собирается. Так. Ну интересно, что прикупит себе там за Ассасин. Следующим артефактом. Будет ли это тоже блинг или же всё-таки через что-то другое пойдёт? Через какие-то яши, через артефакты на дэмэдж. Нет, всё-таки блинг. Всё-таки блинг. Блинг фэйзэ. Старая заешенная тема, которая неплохо иногда залетает. Так. Убежали тут ребята. Точнее, Маггдус убежал. Так. Ну вот пошёл первый Асбласт. Вот то есть топорышина. В принципе, неплохой по-двоим заехал. Ставится у нас пауза какая-то. Такое дело. У Горкла появился ВСФчик этим временем. Что у нас тут ещё? ПТ. Имеется Спирит Брейкера. Тысяча голды сверху. Посмотрим, что будет дальше собирать. Бристлбэк. Видим Виталити Бустер. Опять же, до Вангларда остаётся тут ещё копейки. 15 голды. Чинмейл появляется у Андайинга. Опять же, в Миказм. Что тут ещё у нас? Клуак появляется у Вич-доктора на Глимерскейп. Быстрее всего. Ну и 1300 у Маггнуса. Так, ну ждём. Ждём, 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 ждём. Так. Болтов Стрэнштадт от Адазла, что ли? Англа Адазла летит. АПТ будет. А тут что у нас летит? Тут у нас курьер возвращается домой. Чё-то за дракон. А, ну. 15-й. Такое. Просит ещё пару минут, ребята. Для всего этого. Ну, опять же, напомню. Это у нас финальная часть Лэмбер Капа, который проходит у нас в компьютерном клубе Синдикат на Лане. Лучшие четыре команды у нас сегодня посетила. Уже одна, наверное, отправилась домой. Луч, эта команда под названием Вулкану, которая проиграла со счётом 2-0 команде Летачки. Ну, а Летачки уже в финале ожидают своих оппонентов. Оппонента, точнее, который именно в этом матче определится. Тоже это будет конвейер или всё-таки 8К. Также, также, также хочется напомнить, что турнир проходит при поддержке Ассоциации Киберспорта. Также хочется отметить наших партнёров. Это, понятное дело, компьютерный клуб Синдикат. Как же без него? Любой лан во Львове. Компьютерный клуб Синдикат. Заходите. Смотрите без проблем. Также киберспортивный портал Киберплейс, где можете найти все новости западного киберспорта, западноукраинского. Старается там один человек в пути лица, пишет там новости. Также группа Геймер, где можете найти все новости игровой индустрии, в принципе, на любой вкус. Также сервера OneGame, лучшие сервера в Украине. Это точно. Ну и, конечно же, кинопалац. Смотрите кино именно там. На приятных стульчиках, диванчиках. Да и, в принципе, кино на любой вкус. Я так думаю. Пум, пум, пум. Ожидаем, ожидаем дальше. Игрока команды 8К. В принципе, я думаю, совсем скоро он присоединится к нам. Ну а пока можете подписаться на наши все соцсети, тюре, тюре, ютуб. Все можете найти у нас под стримом. Все ссылочки это на vk.vk.com.slash.esports.ua Также посещайте наш твиттер. Также twitter.com.slash.esports.ua Ну и ютуб-канал, где будут все вводы всех игр, которые будут происходить на трансляции. Тоже можете найти ссылочку внизу под стримом. Ну и, конечно же, фоллоу, фоллоу, фоллоу на этот канал, друзья. Чтобы быть в курсе всех событий, которые будут освещаться. Опа! Возвращение Штапарышина! Та-та-та-тан! Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Пока что счет 1-0 в пользу команды конвейер гейминг. Но, опять же, вторая игра пока что неплохо складывается для ребятского на 8К. Ну, видим, нетворцы первое место пока что занимает у нас SF. Видим, стакает себе. А, возможно, и не себе. Он помогает, короче говоря, тиммейтам. Все-таки себе. Не себе. Забрал одного дракона черного. Все решил. С меня хватит. Так, ну дальше идет у нас, видим, по нетворцу The Crow на тамплороассасин. Ну и третье место занимает у нас Магнус. Магнус, Магнус, Магнус. Так, ну что же, готовы идти в атаку. Видели, потраченный от Пугимена у нас подкопчик. Готовы, готовы. Да, есть Кьювер, отлично. Ну и должны дальше продолжать. Да, убивают у нас саппорта команды 8К. Ну и сразу же расходятся. У нас ребята. Расходятся. Переходят на другую часть карты. Будут пытаться там кого-то словить. И, конечно же, наказать за это все. Видим, появляется отдайник у нас на миддлэйне. Подтягиваются сюда еще два игрока. Ну и что же, Магнус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не видите кого. Ой, Джойка, хороший расстрыв, Реквиум. Суперски входит. Ну и продолжение, где есть продолжение. Вот у нас Баст, Бугимен, вкатывается. Хороший Дэзвард. Панш-карпетка. Ну и... Минус два уже есть в исполнении команды Конвейер Гейминг. Пытается Прайм тут как-то наделать погоду. Ничего у него не получается. Залетает каска. А минус также у нас Прайм. Ну и последний. И что, Парыш тут остается. Тоже погибает. Даблкилл, Зайк Роу. Очень неплохо. Начал все это СФ. Если бы, конечно же, тиммейты были очень близко, было бы просто шикарно. А так... Получилось, что СФчик быстренько после Реквиума у нас отправился в Таверну. Ну и там продолжение, как видим, не сильно удачное было. В исполнении команды. Бристлбэк. Тем временем у нас сверху находится. Пока его Т1 Тауэр погибает. Это тысяча голды после Вангларда он имеет. Посмотрим, что он дальше будет собирать. А также, возможно, какой-то Сэнш приобретет себе. Чтобы стать еще плотнее немножко. И потом, возможно, какой-то другой артефакт будет выходить. У нас тот самый Бристлбэк. Так. Так, Даггер приобретает Симуна Слайон. Сюда Сблаз прилетает, никого не попадает. Ну и Магнус приобретает Сбимом. Вот так поворот. Ну опять же рассчитано, что Магнус будет точно много демжер вносить. То есть там... Отыгрывать в роли мейнкеррия и тому подобное. Но я бы лучше поставил ставку на какой-то рефрешер. Если честно. Как-никак он бы круче взлетел бы. Да так. Между нами. Ну, ладно. И так сойдет. Говорят. Ну что же, еще один Тауэр теряют у нас ребята с командой 8К. Это был последний Тауэр у ребят. Остается только уже Т2 товара стоять. Что же касается игроков команды Convair Gaming, то Т1 еще один стоит у них на ботами. Но, видимо, ребята хотят размениваться товарами. Заходят на следующий Т2 Тауэр. Ребята на линии, который стоит на топе. Ну и, видимо, отдефать тут команда 8К не будут. Айс Бласт. Накрывается лишь Закроу. А есть подкопчик. Начинает неплохо вписывать. Ну и Бугимэн. Дэс Вингер через 9 секунд. Ой-ой-ой. И отпускают, ребята. У нас Тампера Ассасин битую. Мэтт стопаут делает. Никто его не видит. Улетает. Приходит Бристалл Бэк. Начинает фокусить. У нас все-таки Тампера Ассасин. Что по просветам. Просветы имеются. Поэтому никуда не бежит сюда. У нас Тампера Ассасин. Ну и в итоге 13 фраг зарабатывают. У нас игроки команды 8К. Т2 у нас тут сколько остается? 300 хп. 400, можно сказать, хп. Т2 осталось. Следующим заходом, понятно, дело быстренько это все снесется. Баунтер подобрал у нас Магнус. Отправляется он на боту фармить. Идем через мобчик. Быстренько хочет это все сделать. Ну и 500 голды уже имеет на руках. Ундайм уже с Миказмом. Лиммерскейп имеет свой Вич Доктора. Ну и появляется Нитрилхаммер. Тампера Ассасин. Который должен переходить. Изолятор. Но есть еще вариант, конечно же, пойти в БКБ. Ну не знаю, вряд ли, мне кажется, мы увидим БКБ. Все-таки это изолятор. Тут было бы вообще на ура. Ну что же, цепанули. У нас Сандайн с Бластом. Ну идет так, она из Бласт. Хороший подкупщик. Это Бугимеда по двоим залетает. Ну и что же, Мэтс пытается выжить. Кидает на себя у нас Грейфа. В итоге что у нас получается? Минус Армор еще дал. Минус 2 уже точно есть. В исполнении команды 8К. Минус также от Паншкарпетки. Убивает он двоих. Сам тоже погибает. В итоге 3 в 2 получается. У нас размен. Очень бит у нас ССФ. Ну и Бристалбек на полхп тоже продамаженный. Ну и перетягиваются сразу же на бот. У нас игроки команды 8К. Хотя тут фармить линию. Возможно, кстати говоря, забрать Т1 Тауэр. Было бы очень-очень круто бы это сделать. Бристалбек. Видим, Сэнш имеется. Также появляется Дезолятор. То, о чем я говорил в Зекроу. Уже Курьер несет это. У нас Тампор Ассасин. Ну и будем смотреть дальше. Как она будет. 16-12 на данный момент. Счет у нас матчей. Вейер Гейминг немножко уступает в счете. Но опять же, есть у них одна игра в запасе. Поэтому, если в случае тут неудачного продолжения, все же могут ребята еще попробовать свои силы на третьей карте. Ну а команде 8К все-таки надо как-то собраться и додавить своего оппонента. Все у них для этого имеется. Опять же, Ultimate УСФ только в КД находится. Поэтому это не так уж и критично. Хотя там 15 секунд остается. Видели Зекроу. Сразу же идет разбег в исполнении Прайма. Видят Кроу. Кроу быстро забирают. Магнус прыгнул не самый удачный. Магнус выбрал решение. Просто уводит всех. Прис Полярити. Работает Дэзвард еще отлично. Минус 3 в исполнении команды Конвейергейминг. Дэзвард также убивает еще у нас и Лайна. Аэштопарейшен просто пау делает. Иа-я-я-я-я-я. Тоже забирают его ребята из команды Конвейергейминг. Вот он переворот. Вот он переворот в исполнении команды Конвейергейминг. 17-17 за счет у нас матча. И Рошан достается ребятам из команды Конвейергейминг. Вот так вот, всё решается только одним файтом Только одним файтом В принципе, неплохо начали 8к Забрали главного героя, демаш-дилера Команды Convair Gaming Там тоже достаточно, но очень быстро её разобрали Ну, а тут же Магнус Тут Магнус просто подвёз всех наверх к Сьюверам После чего дал респолярити Ну и Death Ward от пана Шкарпетки Сделал своё дело Очень запросто Ну и что же, Рошан падает Забирает Рошана, у нас там второй Ассасин Медальон, Увку Раш, покупает себе у нас Дазл После этого всего Ну и ребята Что, собираются на Медле? Да, в центре собираются ребята Возможно, пойдут на Т2 Тауэр Почему бы и нет? Почему бы и нет? Имеется Эгис, имеется всё, чтобы продолжить свою атаку Своеобразную Или доминирование Как кому угоднее будет Ну и Магнус собирает даже Кристалис себе Кристалис Посмотрим В конце, что будет происходить Всё-таки Мне кажется, неправильный путь Не знаю Могу я ошибаться, конечно же Всё бывает Так, Спирит Брейкер Один 100 лавел имеет 1800 на руках Видимо, Огреклаб у него Имеется уже Ну, понятное дело, БКБ БКБ надо очень сильно Так, где времени? Бристалбек Покупает себе Кримп Сангвард СФ-чик СБКБ 1600 на руках имеет Что там у Апарышина? Есть Пумин Бустер Хорошо Есть уже намётки какие-то на Ганим Септер Это очень круто Опять же, там очень много хила У ребят с команды Конвейер Поэтому надо как-то это всё пресекать Как мы видим Ну и Блинковый Лайна уже давно мы увидели Опять же, 9 левел На 25-й минуте Ну Понятное дело Давид Основным героям Но, опять же Какой-то 11-й Не помешал бы Лайну А со своим Вторым Дэсфингером Опять же Вносил немножко больше дэмэджа Андайнг Ага Вот так пошёл Просто Приобрел себе Гвардиан Грейвс Которые очень неплохо должны залетать В драках И подобное Так Ну и есть смок Есть смок у Магнуса Так, купил на себя смок Сейчас ребята должны собираться И Устраивать какую-то движуху Опять же имеется эггис Напомню Ух, там был ассасин Только 2 минуты где-то прошло Ну и вот Ввязается Ввязается смок И пошли ребята Пошли ребята Искать кого-то Сразу же отправляется Леса понимают, что 8к должны где-то фармить Почти на линиях они появляются Поэтому всё же Возможно где-то да и есть тут Стоят Фармят Подобное Опять же Один спиртбрейкер у нас внизу находится Все остальные 4 героя Сосредоточены на центральной линии Всё же опасается именно атаки сюда Ну и вот она так и пошла На Брисло Бэка Брисло Бэк Сразу же Крис Фагвард прожала Буге копает всего лишь на вазы Кроу Ну и на этом ребята расходятся Хороший вард от Мэтца Видишь всё что тут происходит Ребята Вот так вот Вот так вот можно посмотреть Это всё Ну и что же Кроу Пошёл фокусить Тауэр Опять же С дезолятором Это дело всё очень неплохо получается Так Есть один шадоу райз Ну добивает тут энджойка крипов Но не поставляется команда 8к Понимает что Очень всё сложно будет Если они сейчас как-то неплохо Плохо точнее подерутся Как-то дальше Что-то делать будет очень сложно Всё же опасаются всего этого Ну а конвейер Опять же Берут игру в свои руки Пока что Как видим Идут дальше Они по топу Хотят добрать Тут самый Т2 Тауэр Который уже тут коцан И видим 400 холспоинтов Ну и Его тоже заберут Без проблем Дев Понятное дело Ребята не будут Так Низ справляется у нас Закроу Сформить линию Ну и Что у нас тут Да Тут тоже конвейер Перетяжка идёт Перетяжка 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 Давайте график Посмотрим На данный момент Что у нас произошло 28-ая минута Видим более 4000 По нетворсу Лидируют у нас Ребята из команды Конвергейминг Экспирианс Видим Был 5000 Но Немножечко К трем Перешел Я бы сказал бы так Опять же Бегать Пятером Очень плохо Когда твоих Оппонентов Формят Экспирианс Это же Айсбласт Очень неплохой Попадает По четверым героям Ну и Дальше Какое предложение Мне интересно будет У конвейера В принципе Вот Вот что есть Вот это есть Стоит И не двигается В принципе Можно это забрать Ребятам Но Опять же Магнус Просто ищет цель Чтобы Начать всю Эту движуху А он может Это сделать Не забываем Это Халберт Появляется У Бристлбека Опять же Не хотят Давать волю Там был Ассасин Который И так Больно Нарезает Так Что же Готовы Восемь кадраться Прайм Пошел вперед Пошел вперед У нас на Вичдоктора Вичдоктора Хотят быстренько Убить Не хотят Тот самый Злостный Дезвард Чувствовать На своей Шкуре Можно это так Назвать Реквиум Не самый удачный Все же Андайнга Пытается забрать За это Неплохое Все Айсбаля Опять по четверым Залетает Как же играет Этот магнус Минус два Уже есть Работает Дезвард По Бристлбэку Минус На ССФ Ну и Бристлбэк Тоже погибает Байбэк был сделан Спиритбрэкера Но Вовремя отменил Свой чардж Ну и Опять проигрывают Драку команды 8К В принципе Неплохой был план Забрать Быстренько У нас Того самого Вичдоктора Но опять же Далеко стояли Ребята из команды Конвейер Гейминг Очень далеко И Пока Все дошли До спиритбрэкера Там уже Точнее Да Пока все дошли До спиритбрэкера Спиритбрэкер Просто умер Это плохо Это плохо Говорят 1500 уже у Магнуса В Кирасу Быстрее всего Будет заходить Вратили что-то Это другое Будет Хотя Опять же Всякие там Муншарды Или как там Называется Муншард По-моему Господи Где же ты Да Муншарды Я не знаю Как еще играть На Магнусе У меня просто руки Опускаются Когда я вижу Магнуса Без Рефрешера Вот так вот Ну ладно Солар Крест Имеет Дазл Минусар 10 армора Дополнительно Залетать будет По какому-то Герою Минус еще У нас Дезолятор Залетает Минус 7 Минус еще Дазла Который Дает Алтимейт Свой Это 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 больно Очень больно Андайн Пришел Посмотрел Ушел Баунтирун Подобрал Ушел Замечательно Неужели Не видят Так видят Есть же Вижен От Трэпы Ясно Понятно Ну Видим Появляется У нас Рошан Второй Рошан На карте Все же Конвейеры Она будет Пытаться Все таки Его забрать Ну а 8к Сложно Драться Очень сложно И неприятно Опять же Зайдут Какой-то Узкий Проход Опять же Тот самый Рис Полярити После чего Залетает Вич Доктор Со своим Дезвардом Который Уже Саганим Септором И Там Просто Развал Кабинетов Происходит Как-никак Дайдалус Еще Собрал Себе У нас Зекроу Кайс Бласт Падает Всего лишь Помецу Такое Так Ну и не спешат Камера Опять же Куда-то Эти Ребята Опять же Пассивно Играют Как-то Пытаются Вытянуть Соперника С базы Там Подобно Опять же Не хотят Просто-напросто Заходить На тот самый ХГ Опять же Эти Великие Стояния Вот так Это называется Появляет Скирас Хорошо У Магнуса И плюс Еще Минус Пять Армора К всему Этому Сколько Мы Посчитали Минус Десять Минус Семь Семнадцать Минус Двадцать Два Армора И плюс Еще Алтмейт Тут Дазла В итоге Там Чуть Лиднее Двадцать Пять Армора Будут Теряться Драки У одного Товарища Как то так Как то так Ну что же Все таки Собрались Собрались И вперед У нас Конвергейминг Собирается На ботами Взлетает На сайз Бласт Неприятно Ну Кроу дальше Продолжает Свои движения Опять же Имеется у него Эгис Можете Без проблем Это позволить Ну и в принципе Таур Смотрите Просто Просто Ватный Получается Таур То же самое И с бараком Происходит Транжевой барак Просто ломается Ничего с этим Поделать Ребята Не могут Ну и Как то так Как то так Так и у нас Минус ботом У игроков Канады 8к Ребята Ну Не хватает Не хватает Наверное Сбласта Тридцем До Сбласта Они не успевают Все таки Дать Самый Сбласт После чего Ворваться На него И в итоге Пускает своих Оппонентов Безнаказанными Ребята Переходят На следующую Линию Как мы видим На Мидл Где тоже Без проблем Справляется Как видим Ставара Опять же Закроу Все остальные Тиммейты Стоят позади Опять же Не подставляются Ждут момента Врыва Можно долго Так ждать Можно долго Так ждать Хотя Бугимэн Начинает Все таки Атаку Подкопали У нас Мэдса Мэдс Может погибнуть Мэдс Грейф На себя Кидает Хорошо Магнус Нужен Магнус 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 Стягивает Трои Хорошо Ну и Скювер Нужен Еще Да Все Под Свар Как же Тут больно Игрокам Команды 8к Остается Последний У нас Бристлбэк Который Тоже Погибает Ну и Гудгейм Пишут Гроки Команды 8к Ну и Конвергейм Проходит Финал Где Встречается Вместе С Командой Литачки И Будут Бороться Именно Там Ну что же Конвергейминг Опять же Несмотря На Плохое Начало Берут Все таки Игру Свои руки И Заканчивают Вторую Игру Подряд Ну что же Мы Уходим На Маленький Перерыв После чего Возвращаемся На Гранд Финал Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует